Ну а сенсацией завершился матч 15-летнего казахстанца с вице-чемпионом мира по шахматам. Ярнур Амангельде сыграл с российским гроссмейстером Яном Непомнящим во втором туре первенства планеты по рапиду в Самарканде. Играя черными, Амангельде вынудил оппонента согласиться на ничью. И к нашему эфиру присоединяется с рубрикой Sport Life Алишер Накипов. Алишер, новости от тебя какие? Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Растан, если помните, в одном из эфиров я говорил о том, что у Казахстана есть очень сильная женская сборная по шахматам. Ну и наши мужчины активно подтягиваются. И вот очередное подтверждение этой сегодняшней новости. Что касается оппонента казахстанца, в этом году в апреле российский гроссмейстер потерпел поражение от китайца Дина Леженя за мировую шахматную корону, который состоялся в Истане. В Узбекистане стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу. Самарканд – один из древнейших городов планеты. Прибыла практически вся мировая шахматная элита, включая звездного Магнуса Карлессона. По мнению экспертов, в этом году он будет главным фаворитом на победу. Всего в турнире принимают участие более 200 мужчин и 120 женщин. Казахстан представляет 23 сильнейших игрока, в их числе и действующая чемпионка по облицу Бибисара Саубаева. Благодаря исключительному составу участников и внушительному призовому фонду в 1 миллион долларов, первенство обещает захватывающие эмоции и острую конкуренцию среди лучших гроссмейстеров казахстанской федерации шахмат. Между тем, подвели итоги года. Даниса Куандыкулы Чемпион мира по версиям WBO и IBO средней весе Женебек Алимханулы может получить рекордный гонорар за бой с бывшим обладателем титула во 2-м среднем дивизионе британцем Крисом Юбэнком-младшим. Ранее сам Юбэнк согласился подраться с Алимханулы, однако его промоутеры вместо этого начали переговоры с другим боксером. Команда казахстанца готова в любой момент организовать бой, они ждут согласия от британца. По мнению экспертов, с двумя титулами и авторитетом нокаутера казахстанец является одним из ярких элементов среднего веса. Сейчас Женебек близок к объединению титулов, однако бой с тем же Ларой и даже Чарла не принесет большого гонорара. В случае, если Крис захочет этот поединок, то в Великобритании они вызовут ажиотаж. Алимханулы заплатят гораздо больше, чем за все предыдущие чемпионские бои. Напомню, в октябре Алимханулы провел объединительный бой в Розенберге, штат Техас, против немца Винченце Гуальтери и отобрал у него пояс IBF. Коллеги, возвращаясь к первой новости, как считаете, в этом году Бибисара Саубаева сможет вновь победить на чемпионате мира по Рапиду и Блицу? А нам на самом деле между собой можно даже ставки сделать, но я имею в виду на то, выиграет ли Бибисара Саубаева. Я уверен, что все у него получится, потому что она идет такими темпами, как, по-моему, никто за всю историю Казахстана. Спасибо, спасибо. С нами сегодня в студии был с рубрикой Sport Life Алишер Накипов. Хорошего дня, Алишер.